Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Семь раз с начала суток российские оккупационные войска открывали огонь на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил. Среди украинских армейцев погибших и раненых нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. Применил противник вооружения, запрещенное минскими договоренностями, в частности из артиллерии калибром 152 мм, обстрелял Боровское, это поселок в Луганской области, а в Донецкой Новоселовку вторую. Там, в сторону украинских опорных пунктов, развернули противотанковый ракетный комплекс. Провоцируют российские наемники и украинских защитников в соседние Марьинки. Оборону города держат военнослужащие бригады имени короля Данила. Ранее армейцы закрепились в бывшей серой зоне Марьинки, недалеко от западной окраины оккупированного Донецка. Мы сдвинули линию обороны приблизительно на 500-600 метров вниз. Подошли впритык к реке, разделяющей Донецк с Марьинкой. Мы вошли сюда месяц назад. Пришли тихо, без выстрелов. Окопались, нас никто не видел. Пятую годовщину освобождения от боевиков отмечает Мариуполь. Город был в оккупации почти два месяца. Начался штурм на рассвете 13 июня, пока город спал. В него вошли добровольцы, Национальная гвардия и спецназ Министерства внутренних дел. Самая горячая фаза освободительной операции была у здания банка, где российские наемники организовали свой штаб. Все оружие для наемников передавали в Мариуполь морем из аннексированного Россией Крыма, а руководили боевиками из оккупированного Донецка сотрудники ФСБ. Подготовка была у них проведена до мая месяца в Ростове. Это Минплита, по-моему, такой в Ростове, на окраине Ростова. Пансионат Минплита. Они готовились, мы это знали. Они зашли в Донецк и к ним еще присоединились около взвода человек 30 чечен. И руководство уже происходило и с Донецка боевиками по Мариуполю. Но так как численность все-таки была небольшая, коммуникационные возможности у них были не развиты, потому удалось, по крайней мере, в Мариуполе все это дело потушить. Местонахождение украинского политзаключенного кремляна Римана Мемедеминова неизвестно. Информацию теремщики не предоставляют ни родственникам, ни адвокатам. Об этом ЮИТВ рассказал его защитник Эдем Семидляев. По его словам, 5 июня Мемедеминова вывезли из Симферопольского СИЗО в аннексированном Крыму и должны были доставить в Ростов, где 10 июня ожидалось судебное заседание. Крымского журналиста и блогера Наримана Мемедеминова российские силовики задержали 22 марта прошлого года в Бахчисарае аннексированного Крыма. Против него оккупационные власти сфабриковали дело о призывах к совершению теракта за размещение роликов в Ютьюбе в 2013-2014 годах. Потерянный рисунок получила семья Романа Сущенко. Украинский политзаключенный кремлян рисовал турецкий Стамбул еще в марте и сразу же отправил с письмом. На обратной стороне рисунка журналист указал Стамбул, бумага, акварель, карандаш, шариковая ручка. Ранее выставки рисунков Сущенко показали в Брюсселе, Варшаве, Париже, Кишиневе и Нью-Йорке. Корреспондента Украинформа во Франции Романа Сущенко сотрудники российской ФСБ задержали в Москве в сентябре 2016 года. Безосновательно обвинили в шпионаже. В июне прошлого года Московский суд приговорил украинского журналиста. К 12 годам заключения Сущенко незаконно удерживают в колонии в Кировской области. Признать ответственность за крушение малазийского Боинга рейса MH17. С таким требованием родственники погибших пришли к посольству России в Гааге. Перед зданием они поставили 298 белых стульев. Это символ 298 погибших пассажиров. Они установлены как в самолете, включая проходы. Боинг 777 малазийских авиалиний российские наемники сбили в небе над оккупированной территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер сбили ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса Букет. Эту установку привезли с военной базы под российским Курском, где находится 53-я зенитно-ракетная бригада российских вооруженных сил. В мае прошлого года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета. Киев, а не Киев. Соединенные Штаты исправили название украинской столицы в международной базе. Теперь транслитерацию города будут писать и озвучивать правильно. Киев, сообщает посольство Украины в США. Изменения внесут 17 июня. Такие шаги от других государств, иностранных компаний и аэропортов требует Министерство иностранных дел Украины. В начале октября ведомство запустило онлайн-компанию Correct UA. За это время Киев на Киев уже исправили, в частности, аэропорт Лондона, Будапешта, Варшавы, Афин, авиаперевозчик Визейр. Полезный фастфуд. Поддержать моду на здоровое питание решил бывший военнослужащий Богдан Матюра. Вернувшись с войны на Донбассе, он открыл свое кафе, где готовит по уникальным авторским рецептам. В гостях у ветерана побывали львовские корреспонденты ЮЭТВ. Сейчас готовлю сэндвич итальянский. Он вегетарианский. Эту булочку нам выпекают под заказ из трех видов муки. Цельнозерновой, ржаной и пшеничной. Также будем добавлять помидоры черри, фету и соус медовый. На кухне у Богдана нет плиты. Только пароварка и электрический гриль. Свои блюда он готовит без жарки и жирных продуктов. В меню только полезные салаты и сандвичи. Название «Гейзер» возникло так. Пароварка – это прообраз гейзера. А мы готовим мясо и овощи только на пару. Поэтому так и решили назвать. Соусы у нас также полезны. На основе оливкового масла и йогурта. Богдан хотел стать профессиональным поваром. Поступил в кулинарное училище, но диплома так и не получил. Ушел добровольцем на фронт. Сознательно я понимал, что сидеть дома нельзя. Если не сегодня, то завтра. Оно бы все равно меня коснулось. А еще меня потолкнуло к этому решению гибель родственника – моего дяди в Донецком аэропорту в 2014 году. И тогда я уже решил окончательно. С передовой Богдан снова вернулся на кухню. Объясняет, любимое дело помогает справиться с пережитым. Сейчас в обществе популяризируется здоровый образ жизни. И я сторонник того, чтобы питаться полезно. Очень много людей сейчас заняты. Люди спешат, поэтому полезный фастфуд должен быть тоже. Чтобы люди, которые ценят свое время, могли быстро и качественно поесть. Все рецепты для своего здорового фастфуда парень придумал сам. Осоздать бюджетный и уютный интерьер помогли побратимы. Мы решили привлечь участников боевых действий. Например, вот эту мебель делал мой побратим. Свет и картины тоже ветеран войны. Хлеб и булочки нам и пекает тоже наш друг, бывший военный. Кафе ветерана работает всего полтора месяца, но уже появились постоянные клиенты. Руслан ежедневно приходит сюда обедать. Рассказывает, нашел блюдо и для своего особенного вегетарианского меню. Этот заказал, потому что, во-первых, здесь нет мяса, так как я не употребляю мясные продукты. Это идеальный вариант для меня. Плюс здесь довольно полезный хлеб, который усваивается лучше. Полностью поддержала инициативу Богдана его девушка Заряна. Она успевает работать и помощником повара, и официанткой. Сложнение это было, наверное, все же окончательно решить, что мы именно этим будем заниматься. Мы много думали, составляли бизнес-план, но сейчас каждым днем нам становится легче и лучше. Скоро Богдан планирует купить печку, чтобы самому выпекать хлеб. А в меню добавит несколько новых видов пасты, приготовленной из разных видов муки. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok